Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре, втором вебинаре нашей вебинарной недели. И, как всегда, несколько вводных слов перед тем, как я передам слово сегодняшнему спикеру. Как всегда, в самом начале нашего чата есть две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наше расписание вебинаров и вообще на весь сайт Директ Академии, где можно познакомиться с расписанием и всей прочей информацией по нашей программе Директ Академии, по нашему проекту. На этом сайте вы можете зарегистрироваться на вебинары нашего расписания вплоть до конца учебного года, 2017-2018 учебного года, до июня месяца включительно. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись вебинара и будет ли она размещена. Да, ведется и будет размещена вот по этому адресу. Это адрес нашего видеоканала на YouTube. И, соответственно, через, как правило, в четверг я выкладываю все записи на YouTube за прошедшую неделю. Эта запись тоже будет размещена, а также там уже размещено более 200 записей других вебинаров и много другой полезной информации. Так что, если вы подпишетесь на наш канал, будет здорово. Давайте я вам расскажу о двух следующих наших вебинарах, как всегда. Дам прямо ссылочку в чат. Завтра будет вебинар мой. Я буду спикером. Этот вебинар будет целиком посвящен нашему проекту Директ Академии. Я не просто подробнее расскажу о тех вебинарах, которые нам предстоят, но и поделюсь некоторыми идеями по развитию Директ Академии, по тем, как я ее вижу в ближайшее время, каких спикеров мы будем приглашать, какие проблемы будем обсуждать и так далее. Так что, приходите, давайте обсудим вместе с вами вопрос развития нашего вебинарного проекта. И послезавтра, 18-го, в среду, Дмитрий Кречман начнет свой трек из шести вебинаров. Будет он выступать каждый месяц по вебинару. От компании «Гиперметод» Дмитрий выступает. Завтра будет такой обобщающий вебинар, общий, точнее, по платформе электронного обучения «Learning Server 4G». В некотором смысле это дополняет и продолжает нашу тему по платформам и системам дистанционного обучения, которые мы начали в прошлом году. Мы уже с вами, кто следит за этой темой, прошлись почти всем российским платформам и системам дистанционного обучения. Вот Дмитрий расскажет про Server 4G. Вижу в чате много вопросов относительно сертификатов. Как всегда, посылаю в чат тот короткий текст, который, конечно, не решит все ваши проблемы, но который задает хоть какой-то алгоритм действия, когда сертификат не приходит. Вот эти два текстика, несколько пунктов. Что делать, если сертификат не пришел? И второй текст – это просто простые правила на будущее, как себя вести, чтобы увеличить вероятность прихождения сертификата на ваш адрес. Ну что ж, а теперь мое вводное слово закончено. Я давайте немножко пару слов о сегодняшнем вебинаре все-таки скажу. Я с удовольствием Наталью Зайцеву пригласил сегодня в качестве спикера вебинара, потому что мне и самому очень интересно послушать, а как же все-таки сделать канал с такой популярностью, как у Натальи, более сотни тысяч подписчиков на канал, который, по сути дела, является учебным. Несмотря на то, что направленность, то есть основная тема канала является такой достаточно популярной, но по сути это учебный канал. Поэтому нам всем, людям, близким проблемам обучения, будет интересно, а как же вообще создавать канал таким, чтобы его полюбили слушатели, чтобы на него ходили слушатели, и чтобы они там эффективно обучались. Вот сегодня будет этот канал. Пожалуйста, не бойтесь, задавайте вопросы сразу в чате Натальи. А в конце, возможно, мы с Натальей устроим небольшой такой сеанс вопросов и ответов, когда я ей буду задавать в эфире вопросы, она на них будет отвечать. А сейчас я даю слово Наталье. Я сам, как всегда, ухожу в чат и буду сопровождать вебинар все время его проведения. Наталья, передаю вам слово. Здравствуйте, добрый день всем. Меня зовут Наталья Зайцева. У меня есть канал на YouTube, обучающий канал по ручному вязанию. Моему каналу в начале февраля исполнится 8 лет. На протяжении этих 8 лет я тоже чему-то обучалась вместе со своим каналом. Да, на моем канале сейчас 106 тысяч подписчиков. Может быть, это для такого времени, для 8 лет, может быть, это и немного. Но у меня не так много видео на канале. Почему необходимо на YouTube канал продвигать? Почему надо продвигать видеоролики? Потому что ваши ролики ищут. Есть люди, которым они вам необходимы. Я подготовила презентацию. Давайте посмотрим первый слайд. Каковы же причины популярности учебного видео на YouTube? Я разделила это на два пункта. На мой взгляд, первый пункт – это востребованность. То есть принципы обучающего видео. Это наглядность, доступность и информативность. Так вот, за счет этих качеств видео очень востребованы. Ими очень легко и просто пользоваться. Не надо искать книгу. Не надо искать страницу в книге. Когда вы читаете учебник или книгу, то надо еще визуализировать прочитанное. Здесь же все можно увидеть и услышать. Я только не собираюсь спорить с тем, что книга – это источник знаний. Это, конечно, книга остается книгой. У нее, конечно же, есть свое место. Но видео очень удобным является методом обучения. Второе, что хотелось бы мне выделить – это технические возможности. Воспроизведение видео. Воспроизведение – это то, что в наше время очень много различных гаджетов существует. Это и компьютеры, и ноутбуки, и айпады, и планшеты, и даже мобильные телефоны. То есть видео можно просмотреть откуда угодно. Да, ну и телевизоры, конечно, никто не отменял. Есть телевизоры с выходом в интернет. И тоже можно просмотреть видео с Ютуба также, так? И, конечно же, создание. Если раньше для того, чтобы научиться создавать видеоролики, нужно было достигнуть определенного возраста. Потом пойти учиться по специальности необходимой, так? Выучиться, какую-то практику пройти, работать. И процесс видеомонтажа раньше занимал очень много времени. То есть, представляете, немножечко так вкратце расскажу. Дело в том, что тогда единственным носителем видеоинформации была пленка. Так? Пленку надо было резать и клеить. Поэтому, чтобы не испортить оригинал, делали дубликат пленки. На дубликате уже выполняли все манипуляции. Пленку в нужных местах. Ну, ее просматривали, конечно, вначале. Просматривали, разрезали, в нужных местах склеивали. Потом просматривали то, что получилось. Вносили коррективы. Опять резали, опять клеили. И только лишь потом брали оригинальную пленку, когда уже все готово на чистовую, когда уже понятно, какой будет результат, каким он должен быть, какой он получится с этого отснятого видеоматериала. Тогда только брали оригинальную пленку и ее резали и опять клеили. А вы можете себе представить, какие технические возможности тогда были. Ведь пленки были надмотаны на специальных катушках. И чтобы добраться до нужного момента, необходимо было перематывать абсолютно... Вот всю пленку нужно было перематывать. Сейчас же это очень легко в программе делается. Очень легко можно найти необходимый кадр, необходимый момент видео. Так, ну и давайте, я думала, с этим все понятно, да? Так, ну и вот главная страница моего канала. Что мне хотелось бы здесь отметить? Так, вот смотрите. Когда вы создаете канал, вы должны обязательно подумать, какая будет ваша целевая аудитория, какая будет тематика вашего канала, что бы вы хотели бы рассказать на этом канале. И, конечно же, на канале должна быть шапка. То есть вы, наверное, заходили на каналы Ютюба, попадали на главные страницы каких-то каналов и видели, что у канала есть шапочка. Так вот, на шапочке обязательно должно быть написано, какой тематики ваш канал. Вот у меня написано, что это уроки по вязанию. Конечно, может быть, мой канал далеко не идеален в оформлении. Что-то, может быть, чего-то не хватает, может быть, как-то что-то можно было бы сделать по-другому. Но, тем не менее, бывает, заходишь на каналы, а шапочки нет. Или просто фотография автора и какая-то картинка. А о чем канал, непонятно. То есть необходимо просматривать ролики, а иногда это бывают ролики не одной тематики на канале. Бывает, что там несколько каких-то тем затронуто, несколько роликов. И, в общем-то, непонятно, о чем канал. В шапке канала указываются соцсети. У меня это мой сайт. И потом кнопки соцсетей. Так, название канала. Ну, у меня, может быть, вот тоже, ну, если так по-честному, да. Конечно, очень многие люди меня в интернете знают как рукоделочка, так как я уже очень много лет под этим ником, везде на всех сайтах. Хотя, бывает, некоторые люди тоже называются этим именем, регистрируются на сайтах под таким же ником. Но, тем не менее, в большинстве случаев это мой ник. Ну, желательно, конечно, чтобы здесь была написана тоже тема вашего канала. То есть, о чем ваш канал. Но, когда я создавала канал, тогда еще не было таких вот принципов, которые существуют сейчас. В общем-то, и сам YouTube не был частью Google. Это был сайт, так сказать, сам по себе. Как разместить? Вы знаете, мне кажется, что это тема отдельного видео. Это все есть функциональ YouTube, как размещаются эти кнопки. Ну, в общем-то, я покажу, я сделаю на этом акцент. Да, у меня есть слайд по этому поводу. Так, теперь смотрите. Есть на YouTube кнопки «Главная», то есть люди попадают на вашу страницу «Главную». Потом есть «Видео», кнопочка, где собраны ваши видео. Плейлисты, сообщества. Сообщество сейчас – это страничка, которая напоминает соцсети. Здесь можно выставлять фотографии, можно их комментировать, в общем-то, общаться как в соцсетях. Так, потом каналы. Это каналы, на которые я подписана, которые являются, может быть, схожей тематикой. Так, и о канале. Что мне хотелось бы еще сказать о канале? Вот смотрите, кнопка «О канале». Здесь указывается, сколько у вас подписчиков, сколько просмотров на вашем канале. Дата регистрации. Вот у меня, получается, 6 февраля, то есть скоро у моего канала день рождения. Дальше вы должны представить себя, написать о себе, что бы вы хотели сказать своим зрителям. То есть это должно быть не 2-3 предложения, а желательно побольше. Ну и, конечно же, по функционалу сайта указывается «Страна». И дальше вот они кнопочки. Если вы зайдете как владелец канала, где-то в каком-то месте, может быть, вот здесь вот у вас будет кнопочка «Редактирование». И вот по порядку вы можете отредактировать свои соцсети. Это необходимо, потому что, может быть, люди захотят с вами связаться по какому-то поводу, по каким-то вопросам. Поэтому на канале должны быть обязательно проставлены ваши соцсети. Ну и, конечно же, адрес вашей электронной почты. Это все настраивается. Можно этот адрес скрывать, кто-то его не показывает. Но можно создать адрес электронной почты специальный для вашего канала, который вы можете показать. Ну, как-то так. Пойдемте дальше. Мне хотелось бы рассказать вам еще о плейлистах. Вот кнопочка «Плейлисты». Ну, в общем-то, эти плейлисты видны и на главной странице. Что еще у нас тут интересного на главной странице? Вот смотрите, есть такая кнопочка для новых зрителей. Итак, и для подписчиков. Что это значит? Это значит, что вы на канал можете загрузить трейлеры, так называемые трейлеры. Для новых зрителей, то есть, когда человек первый раз заходит на ваш канал, у него откроется видео, которое предназначено для новых зрителей. Все эти настройки есть. В YouTube все это редактируется. То есть, в этом видео вы можете представиться, рассказать о своем канале. Опять-таки, тоже я не идеальна. У меня таких трейлеров на сегодняшний день нет. Ну, наверное, потому что, ну, в принципе, и так все знают, кто такая рукоделочка. Так. Ну, хотя это все, конечно, необходимо сделать. И видео для подписчиков. Здесь, то есть, когда уже ваши подписчики, человек подпишется на ваш канал, то у него будет при входе на ваш канал открываться другое видео, в котором, может быть, вы захотите рассказать о своих планах, может быть, спросить какие-то советы. В общем, провести какой-то, может быть, монолог к своим зрителям, обращение какое-то. Так, и дальше давайте пройдем по плейлистам. Конечно, мой канал по вязанию, но тем не менее, все равно, если подумать, а мысли имеют свойство дозревать в голове, если подумать, то все это можно переложить и на другие тематики, на другие учебные видео. Вы можете создать с помощью плейлистов на своем канале рубрики. У меня первым стоит плейлист загрузки. Почему? Потому что именно в этом плейлисте, в левой части, появляются новые видео. Потом они продвигаются постепенно вправо. Это надо для того, чтобы зрители видели, что ваш канал живой, что на нем добавляется регулярно видео. Кстати, видео лучше всего добавлять регулярно. Если вы хотите побыстрее раскрутить ваш канал, то видео лучше добавлять 2-3 раза в неделю. Но у меня видео достаточно трудоемкий процесс. 2-3 видео в неделю загружать я не могу. Но есть еще функция прямых трансляций. Чуть позже об этом поговорим. Дальше я выбираю плейлисты, которые более популярны у моих зрителей и стараюсь их поставить как можно выше. Всего плейлистов на главную страницу можно загрузить до 10. Обязательно создавайте описание к каждому плейлисту. Что бы вы хотели своим подписчикам сказать об этом плейлисте? Какой смысл вы вкладываете в этот плейлист? Какая цель его создания? Ну, думаю, вам как педагогам много здесь объяснять не нужно. Думаю, вам и так все будет понятно. Так. В общем-то, у меня здесь вот к плейлисту загрузки описание создать невозможно. Такой функции нет просто на сайте, на ютюбе. А уже к следующим плейлистам у меня описание существует. Так. Когда вы создаете видео и загружаете его на ютюб, у этого видео должно быть название. В названии должны присутствовать ключевые слова, по которым поисковые системы ваше видео находят. Почему это важно? Вот обратите внимание, вот очень хороший пример. Название видео. То есть я ввожу поисковый запрос «Двойная шапочка». Ну, поскольку двойных шапочек в интернете много уже на сегодняшний день, то я, конечно же, ввела свой ник. То есть чтобы высветилось видео именно с моего канала. И вот смотрите, как распознает поисковая система. Конечно же, по названию. Точно так же и ютюб сам работает. То есть на сайте ютюба тоже есть поисковиковая часть, поисковик, в котором можно тоже задавать слова, которые вы ищете, видео, которые вы ищете. И вот поисковая система нашла мое видео по названию. Так. В описании также должны быть ключевые слова. Обратите внимание, когда вы что-либо находите в поисковой системе, высвечивается фотография, видео, и справа – описание. Так вот, вот в это описание буквально два-три предложения, то, что показывается в поисковике, вот в эти два-три предложения вы должны вложить такой смысл, чтобы зрителю захотелось это видео посмотреть, чтобы ему захотелось обратить на него внимание. Вот именно вот эти вот слова и картинка к видео привлекают внимание зрителей, чтобы на фоне остальных роликов зритель выбрал именно ваши. Ну и вот смотрите, как это выглядит под видео. То есть, опять-таки, под видеороликом название видео и вот это описание. Если вы посмотрите в правую часть от видео, вы увидите похожее видео. То есть, так как я ввожу запрос «Шапочка», то и в похожих видео мне также выводится видео с похожими названиями. Очень важно попасть в похожие видео. Все блогеры к этому стремятся. Конечно, это должна быть картинка, которую хорошо видно. Некоторые делают картинки сумбурные, с какими-то мелкими деталями, которые очень плохо видно. Ну, здесь вы уже можете наглядно судить сами. Вот есть шапочка, вот шапочка первая, так, вторая, третья. И вот еще это тоже мое видео «Шапка-косынка». Но вот, к сожалению, в скриншот она не вошла. И вы тоже обращаете внимание на картинку, прежде всего так. То есть, ваше зрение цепляет, прежде всего, картинка. Потом вы, может быть, уже пробежитесь глазами по названию видео. Так. Теперь смотрите. Для того, чтобы попасть в похожие видео, очень хорошо использовать такую функцию на YouTube, как прямые трансляции. Когда вы проводите прямую трансляцию, YouTube выталкивает вашу трансляцию в похожие видео, обращая внимание на название. То есть, если человек смотрит с похожими названиями какие-то видеоролики, то у него в похожих видео появляется ваша трансляция. Они как бы в приоритете у YouTube. И поэтому, если вы хотите очень быстро раскрутить свой канал, проводите прямые трансляции. Вот та же самая страничка, как и предыдущая, только я убрала левую часть, чтобы сделать слайд немножко покрупнее. Ну вот, например, мы создаем трансляцию, заходим на страницу трансляции, пишем название, определяем время проведения трансляции. То есть, это вы просто кликаете по вот этим окошкам мышкой, и у вас выскакивает меню, в котором вы можете уже настроить дату и время. Дальше, конечно, ну, страна – это часовой пояс. Она больше определяет… Хотя нет, вот это как раз таки определяет страну, а вот здесь вот уже часовой пояс. Так, и функции, какие могут быть у вашей трансляции. То есть, это может быть открытый доступ, то есть, трансляция будет видна всем. Может быть, доступ по ссылке, то есть, если вы дадите ссылку, тогда только смогут зайти ваши зрители на эту трансляцию, и такой ссылкой зрители могут делиться между собой. И еще существует ограниченный доступ. Если вы нажмете на данную функцию, то у вас появится окошко, в котором вы сможете вводить e-mail-адреса. И на эти e-mail-адреса вашим зрителям будет приходить ссылка. И только лишь по этой ссылке, только лишь со своей почты ваш зритель сможет войти на трансляцию. Как это применяют блогеры? Это, блогеры это применяют для закрытых, для проведения закрытых прямых трансляций. Как правило, эти прямые трансляции платные. Так вот, чтобы невозможно было поделиться с кем-то еще, вот существует такая вот функция. В данном окошке вы создаете описание. И еще я вот просто очень хотела показать вот этот момент. Но вот здесь вот тоже можно создавать кратенькое описание, которое показывается в некоторых соцсетях. Так, ну и ключевые слова, теги. Теги. Можно еще в описании прописывать хэштеги. То есть это когда перед ключевым словом ставится знак решетка. Многие из вас, наверное, знакомы с этим знаком, ну хотя бы просто из мобильных телефонов. Так. И потом вы создаете трансляцию. Но опять-таки это тема отдельного видео. Как еще можно продвигать свой канал и свои видео? Это, конечно, форумы, сайты и соцсети. То есть, наверное, по вашей тематике, если вы создадите какой-то канал или если он уже у вас есть, по вашей тематике однозначно есть какие-то форумы. Заходите на эти форумы, общайтесь. Необходимо поддерживать общение. Там вы сможете узнать о том, что интересует людей. Я тоже общаюсь на рукодельных форумах. И это дает какие-то идеи к созданию видео. Вы, может быть, я узнаю на этих форумах, может быть, о каких-то новинках. Вот был такой момент, что в Турции выпустили ленточную пряжу. И из нее очень легко было вязать шарфики. Буквально там полчаса девочки вязали. У меня выходило 45 минут вязать этот шарфик. За 45 минут можно было связать такой шарфик. Рюшечками. Недавно они были в моде. То есть о каких-то новинках. Может быть, кому-то интересует какая-то тема. Бывает, смотришь, все спрашивают, а как вот это сделать. Потом через несколько дней опять кто-то спрашивает, а как это сделать. И вы уже понимаете, что эта тема востребована, что вы знаете, что вы можете рассказать по этому поводу. И уже тогда можно снять видео. Но на форумах есть, как правило, модераторы. Есть хозяин форума, которому может не понравиться, что вы выставляете свои видео. Я с этой же целью именно поэтому создала свой сайт. Для чего нужен сайт? В моем случае я выставляю туда некоторые описания, фотографии, схемы. Сайт у меня находится на бесплатной платформе ЮКОС. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Единственное неудобство ЮКОС ставит очень навязчивую рекламу. За то, что создаешь сайт, ставит очень навязчивую рекламу. Но если это школьный сайт или вузовский сайт, или сайт колледжа, вы можете обратиться в службу поддержки, и рекламу с вашего сайта уберут. То есть у них вот такая политика. До недавнего времени была. Возможно, что-то изменилось. Может быть, я не знаю, но такое есть. Дальше. Соцсети. Соцсети на сегодняшний день существует очень много. Но тем не менее. Одноклассники. Там больше общаются людей старшего поколения. Вконтакте. Там больше молодежи. Инстаграм. Там тоже больше молодежи. Что еще? Вот сейчас вот новые соцсети. Пинтерест, постела. Пинтерест, в общем-то, даже скоро станет поисковой системой. И это иностранный сайт. На нем тоже можно создавать посты. В скором времени там можно будет свои продукты какие-то продавать. Либо то, что вы создаете руками, либо какая-то интеллектуальная ваша собственность. Можно будет продавать, зарабатывать деньги. Ну и копия этого сайта, наша отечественная, это постела. Не знаю, правда, какая политика в будущем будет у этого сайта. Но пока на сегодняшний день там можно тоже создавать свои посты. И что очень удобно, эти посты очень легко копировать на свою страницу. На постеле, в свой аккаунт на постеле. Почему? Почему надо создавать посты на форумах, на сайтах и в соцсетях? Мы уже с вами сегодня смотрели сайт с поисковой системой. И понимаете, что вот поисковая система сканирует сайты, ищет. Как правило, она ищет какие-то новые посты. Поэтому еще рекомендую при вирусном создании своих постов в интернете немножечко менять описание. То есть на одном сайте так написали, на другом сайте немножечко изменили какие-то слова. Хорошо, у нас в русском языке очень много синонимов. Можно подобрать. Ну вот представьте себе, что интернет – это поле, засаженное ягодами. Ягоды тоже сажаем мы. И вот как сделать так, чтобы летят птицы? Птицы – это поисковая система. Летит стая птиц. И вот как сделать так, чтобы птицы увидели именно вашу ягодку? Чтобы мы на нее обратили внимание? Для этого надо насажать как можно больше ягод от себя на этом поле. Поэтому мы используем форумы, используем сайты и используем соцсети, чтобы как можно больше постов сделать своих. И поисковые системы сканируют, находят ваши посты, и большая вероятность, что вы попадете в поисковик, что поисковая система какой-то пост ваш просканирует. И, конечно же, тем самым о вас больше узнают. Ну и вот я хочу показать свой сайт. Это главная страница моего сайта. На сайте тоже так же есть поисковик. Поиск, через который можно найти, просто ввести ключевые слова и по этим ключевым словам найти. Опять-таки, у нас звучат ключевые слова. Обратите внимание, как это важно. Опять-таки, чтобы удержать зрителя как можно дольше на сайте, с правой стороны, в правой колонке сайта у меня представлены видео. Дополнительно, видео, которые еще есть на моем сайте. И также вы видите кнопки соцсетей. Давайте пойдем дальше. Это страница с новостью на сайте. То есть, если мы на главной странице опустимся ниже, там начнутся различные посты с фотографиями, с описанием. Опять-таки, фото, чтобы фото было... Я, конечно, не профессионал, но тем не менее, я стараюсь делать фото, чтобы было хорошо видно. Описание. И вот то, что я говорила, здесь уже справа больше видно, то есть, какие видео еще есть. И под новостью, под данной новостью, также у меня еще есть ряд таких же вот рекламных картинок, по которым можно перейти. То есть, эти все картинки, они кликабельные. Если по ним кликнуть, то можно перейти на страницу с данным уроком. Опять-таки, соцсети. То есть, посетители сайта могут нажать на любую кнопочку и поделиться данной новостью на своей страничке в соцсети. То есть, мы используем любую возможность продвинуть наши видео. Так, ну и дальше, что бы я хотела вам показать. Сейчас я перехожу к той части, где я расскажу, с чего я начинала и как я развивалась. Минуточку. Конечно, Москва не сразу строилась. И первые мои видео, мне тоже было что-то сложно делать. Я не знала функционала программ. Но, как говорится, не боги гашки обжигают. Поэтому я бралась и делала. В общем-то, как получилась история создания моего канала. Так, вкратце. Конечно же, канала у меня еще не было. Но я общалась, опять-таки, на форумах с мастерицами. С теми, кто любит вязать. И на одном из форумов были картинки набора петель. Итальянский набор петель. И девочки по картинкам не могли никак разгадать, как этот набор выполняется. А этот набор напоминает такой же набор, как делают на вязальных машинах. То есть на промышленных изделиях. Я взяла спицы, нитки. И этот набор у меня получился. То есть, пока я смотрела на картинки, мне было тоже очень сложно что-либо понять. Но когда я взяла в руки спицы и пряжу, у меня этот набор получился. Ну и, конечно, идея первая. Ой, вы что, я одержала победу. Мне хочется, конечно же, поделиться этим с другими мастерицами, тоже их научить. Я сняла видео. Но первые видео были, конечно же, примитивные. Если вы зайдете на любой канал на YouTube, посмотрите вначале последнее видео на канале. И спуститесь пониже, посмотрите первое видео на канале. И вы увидите, как блогер развивался. Вы увидите очень большую разницу. Такая же разница есть и в моих видео. Потому что это, конечно же, была примитивная программа по видеомонтажу. У меня тогда на компьютере стояла операционная система Windows XP. То есть, конечно же, ничто не стоит в наше время на месте. Все развивается. Развиваются операционные системы. Это, наверное, происходит не только потому, что это вопрос денег. Но и вопрос функционала. Потому что программы развиваются, программы усложняются. И под них необходимы новые операционные системы. Может быть, более мощные, более понятливые, более быстрые. И когда у меня была операционная система Windows XP, у меня была программа для видеомонтажа MoveMaker. Очень простая программка. Я вот искала слайд, чтобы вам показать. Потому что эта программа есть на английском языке, есть на русском языке. Опять-таки, мне немножко сложно работать в программах, которые на английском языке. Потому что я учила в школе немецкий. И поэтому я стараюсь всегда найти программы с русскоязычным интерфейсом. Программа достаточно простая. Здесь вот видите импорт видео. То есть это вот, когда вы нажимаете кнопочку, у вас есть возможность добавить видеоролики вот сюда. Видеоролики или картинки какие-то. Так, изображение можно добавлять. Так, ну и дальше вот можете просто прочитать по функционалу программы. Она очень легкая, здесь все понятно. И в программе существует всего две дорожки. Это одна видеодорожка и одна аудиодорожка. Больше дорожек, к сожалению, добавлять нельзя. Так, ну и потом, потом со временем уже, конечно, мне поставили на компьютер Windows 7. Это, конечно, внесло свои сложности. А вообще, как я создавала свои первые видео? Не надо бояться ничего. Надо просто брать и делать. Мне тоже было очень страшно. Что касается методической части, первые видео, когда я снимала, я же не умела монтировать. Вы представляете, мне надо было снять так, чтобы мне ничего практически не приходилось обрезать. Причем я не писала сценарий к видео. Я вот садилась, если мне надо снять какую-то часть, то я продумывала в голове, что я сейчас скажу, и старалась без ошибок все это сказать. Это было очень сложно, но тем не менее, вот мои видео первые именно так и сняты. А потом в программе, вот опять-таки, по принципу, как это было раньше, резать и клеить, то есть что-то нужно было, конечно же, обрезать. То есть это хотя бы тот момент, когда камера с белой пелены переходит уже к изображению. Первая камера у меня была камера с пленочным носителем, то есть это камера с мини-диви-кассетами. Там можно, я покажу, вот такие вот маленькие кассетки. Это вот пленочный носитель. Что здесь неудобно было? Когда мне необходимо было перебросить видео на компьютер, поскольку это пленка, мне приходилось ставить видеокамеру на воспроизведение. И вот если у меня от снятого материала час, то есть кассеты хватает на час по времени, если видео занимает полностью всю кассету, то мне приходилось целый час ждать, пока видеокамера проиграет эту кассету и пока программа оцифрует информацию, и информация будет на компьютере в цифровом файле. Ну, я думаю, что по вулмейкеру и по этой камере понятно. Дальше я стала все же писать сценарий. Вот пример, слайд, пример сценария. Я пишу, когда на бумаге бывает, потому что если мысль идет, муза идет, то надо обязательно записывать, потому что бывает такое, что думаешь, ай, ладно, потом запишу. Потом бывают мысли забываются, садишься записывать, а придумать ничего не можешь. Ты понимаешь, что то, что ты придумываешь, гораздо хуже того, что... гораздо хуже тех мыслей, которые посетили тебя в прошлый раз. И записывать это не хочется. И вот начинаешь напрягаться, начинаешь думать, как все-таки подать. Может быть, получается, что начинаешь запись, а потом какие-то предложения ставишь в начало, добавляешь. Но все-таки приходишь к какому-то положительному результату, тем не менее. Но очень удобно писать сценарии. И я в своих видеоуроках заставки и некоторые моменты, бывает, читаю. То есть мои зрители видят на экране мои руки, чаще всего. Меня они не видят. Я ставлю перед собой ноутбук во время видеосъемки, показываю, может быть, какой-то образец или что-то рассказываю по нему. И я читаю. Но я научилась читать так, чтобы этого почти не было заметно. Первое время я пробовала выполнять записи на видеокамеру. И, вы знаете, у меня был такой уговор, вот как трендочиха, честное слово. Вот манера разговора – это не потому, что быстро. Нет. Я не могу передать вам, потому что я настолько старалась искоренить это в себе, что, наверное, у меня даже сейчас не получится это воспроизвести. Так, ну и вот, когда я монтирую видео, сейчас я работаю в программе Sony Vegas Pro 12. У меня 12-я версия. Что я делаю? Я загружаю файлы. То есть у меня сейчас уже видеокамера, которая сразу пишет на цифровой носитель, на флешку в цифровом варианте видео. То есть у меня уже не пленочный носитель. Так, конечно же, в процессе видеосъемки приходится камеру включать и выключать, поэтому получается множество кадров. Но вот эти вот белые элементы – это создает программа по видеомонтажу. Конечно же, в начале их нет. Это я взяла скриншот из папки с видео, которая у меня на данный момент находится в работе. Так, и что я делаю? Я просматриваю отснятый материал. Бывает такое, что где-то что-то пошло не так с самого начала. Я выключаю камеру, включаю заново, чтобы у меня видеофайл, который я оставлю на компьютере, не занимал много места, потому что все свои ролики я сохраняю. Вот в папке, в которой я работаю, я создаю папку «Корзина». То есть это не та корзина, которая существует на компьютере. Эту папку я создала в своей рабочей папке. И те видео, которые мне якобы не нужны, я отбрасываю сюда. Почему я их сразу не удаляю? Бывает такое, что некоторые файлы в корзину могут не поместиться или не передаться. Но, чтобы исключить тот момент, чтобы я случайно не удалила нужный файл, поэтому я оставляю это все в папке «Корзина». И если какой-то файл мне захочется просмотреть еще раз, то есть вдруг там попал момент, который не вошел в следующий фрагмент. Бывает такое, что не замечаешь, и оказывается даже вот в том файле, который тебе кажется бракованный, а в конце получается попал нужный фрагмент, то мне не надо снова брать камеру, снова перекидывать видео, снова его находить. И, конечно же, те видео, которые я просмотрела, я их подписываю другим именем. Хотя бы потому, что их отличать из общей массы. Я присваиваю им номер по порядку, то есть, видите, вот 0-0. Ну, как правило, я начинаю со второго. Вот, набор петель. Потому что видео начинается всегда с набора петель. То, что идет заставка, это все снимается в конце. И для того, чтобы этот файл поставить в начало, конечно же, я присваиваю просто номер по порядку, цифры меньше, чтобы этот файл появился в начале в папке. Это удобно. Почему? Потому что, когда я потом загружаю эти файлы в программу, они сразу там располагаются в нужном порядке. Так. Дальше. Ну, и вот функционал программы моей Sony Vegas Pro 12. Вы можете сравнить. Помните, тут слайд, где я показывала Movemaker? Одна видеодорожка, одна аудиодорожка. Здесь же, смотрите, в этой программе я могу вставлять схемы на экран и могу выполнять анимацию. Здесь вот видеодорожка идет, здесь основное видео. Вот этот вот маленький кусочек, это моя заставка. На моем канале заставка, где по блюдечку катится клубочек и из центра тарелочки появляется название моего канала. Дальше. Вот это стоит схема. Вот немножко видно. То есть, видите, вот можно провести аналогию. Вот здесь кусочек и вот здесь вот ее видно. Дальше у меня стоит желтый фон. Желтый фон – это вот я создаю анимацию. Это все создается с помощью маски. И, конечно, вы можете видеть, что здесь есть тоже различные элементы и генератор медиа, и медиафайлы проекта, и различные функции программы. Очень много дорожек. Можно загрузить сколько угодно звуковых дорожек. Вот по звуковой дорожке видно шкала звука. Также можно здесь менять громкость. Если вы обратите внимание, вот синяя полосочка, это и вот этот момент, это здесь я вырезала ненужный кусочек звука. То есть, есть клавиши, с помощью которых можно управлять вот этой вот звуковой дорожкой. Можно делать так, что вот какой-то фрагмент звука не будет слышно. Линия синяя опускается вниз. Вот она идет, вот ее вот здесь вот очень хорошо видно, вот в этом месте. И она проходит сквозь всю звуковую дорожку. Это можно сделать на каждой звуковой дорожке такое. Ну, давайте я вот приготовила видеофрагменты, как я делала анимацию. Можно сказать, это анимация в программе MoveMaker, где только одна видеодорожка. Что там особенного с точки зрения методики? Дело в том, что я там для того, чтобы сделать эту анимацию, готовила картинки. Картинки я готовлю в Paint. Это программа со мной на протяжении всех этих 8 лет. Если менялась операционная система, менялись программы, в которых я осуществляю видеомонтаж, то эта программа неизменна со мной всего 7 лет. Конечно, она тоже изменилась в последней версии Windows, но тем не менее. В чем там была проблема? Я снимала видеоурок по перчаткам, и мне надо было показать расчет петель для пальчиков. Вот я продумывала, как мне это сделать. Если я возьму лист бумаги, буду писать и чертать. Ну, может быть, как-то неэстетично, да? Если не чертать, то приходится какие-то моменты стирать стеркой, ластиком, так? Ну, это можно было бы в принципе, в принципе, это можно было бы убрать из кадра, это можно было бы обрезать в программе и не включать. Но опять-таки, если это не включать в программу, как я что-то зачеркиваю или как я что-то удаляю ластиком, да, то возникает вопрос сам по себе, что надо каждый раз картинку рисовать новую. Ну, когда вы рисуете картинку каждый раз новую от руки, вы не можете нарисовать ее точно такую же. То есть где-то линия пойдет не так, она все равно будет отличаться. То есть, конечно же, удобно картинки создавать в программе, потому что там какие-то элементы, если вы удалите и пересохраните заново уже с новым видом эту картинку, да, то прежние элементы останутся на том же месте. Это очень удобно. И я решила анимацию сделать картинками, созданными в пейнте. Давайте просмотрим сейчас видео. Вяжем без изменений чулочной вязкой или основным узором. На этом этапе сделаем расчет петель для 4 пальцев. Для этого воспользуемся рисунком. На рисунке голубыми дужками обозначены петли. Петли пронумерованы в соответствии с количеством спиц. Для начала разделим все петли на 8 частей. Первая, вторая, третья и четвертая части для верхней части перчатки. А пятая, шестая, седьмая и восьмая для нижней части, которая находится со стороны ладони. Если при делении получился остаток, то он распределяется между частями верха по одной петле. Если вы вяжете перчатки каким-то узором, то остаток может получиться меньше 4 петель. Тогда петли распределяют также между верхними частями, начиная от указательного пальца. То есть, если в остатке две петли, то их добавляют по одной к указательному и среднему пальцам. К каждому пальцу соответствуют две части. Указательный, средний, безымянный и мизинец. К петлям указательного пальца прибавим еще две петли, которые вычтем по одной из верхней и нижней частей безымянного пальца. Получаем такую картинку. Так, ну вот даже вот такой пример, как даже в простой программе. Можно с помощью того, что сделать очень много картинок, но тем не менее добиться своего и с методической точки зрения сделать процесс вычисления более наглядным. Я думаю, что у меня это все получилось. Так, ну и еще какой фрагмент мне хотелось показать вам. Это, конечно же, фрагмент, который я создала в программе Sony Vegas Pro 12. Что еще хотелось бы мне сказать вам? Конечно, вот когда вы создаете видео, прежде всего, видео должно быть качественным. Надо выбирать, ну вот как вот для моих видео, поскольку я показываю руки, надо выбирать очень хороший ракурс. Такой ракурс, чтобы было видно, что вы делаете. Чтобы не закрывать ничего руками, пальцами, необходимо брать пряжу таких цветов, которые хорошо видны. Когда я училась на курсах, наша учительница говорила, что очень сложно вязать изделия из белой, красной и черной пряжи. Точно так же и видео, потому что линза видеокамеры, она не обладает теми свойствами, которыми обладает глаз человеческий. Поэтому передать картинку очень сложно белым цветом, красным и черным. На черном ничего не видно, белый цвет бликует, красный цвет, в общем-то, тоже, он достаточно яркий. Он расплывается, просто плывет в кадре. Поэтому надо видео создавать максимально наглядным, потому что один из важных принципов видеометода – это наглядность. Видео должно быть также информативным. Я стараюсь снимать видео так, чтобы у зрителей не оставалось вопросов. И очень часто такое бывает, что если мне задают вопросы на YouTube под моими видео в комментариях, то на все эти вопросы можно найти ответы в самом видео. Просто люди либо перелистывают, перематывают, либо невнимательно смотрят, отвлекаются в какой-то момент. И, конечно же, я стараюсь выбирать темы видео, такие, которых еще в интернете не было. Стараюсь быть первой в каждой теме. Потому что если видео, данные, ну, вот какую-то тему, вы берете какую-то тему, если данное видео уже существует, оно собирает просмотры. Потому что люди, ну, как так устроен функционал YouTube, что делаются рассылки подписчикам. И подписчики смотрят это видео. И, конечно, если видео не смотрят, что продублировано точно такое же, они подумают, ну, я уже это смотрел, я уже это видел, что-то мне могут нового сказать. Вы же понимаете, еще каждый человек может быть занят, может быть подписан на несколько блогеров. И все охватить просто не хватает времени, и человек просто уже отсеивает. Поэтому необходимо стараться быть первым. Так, ну, и давайте посмотрим теперь видео. Вот, кстати, видео начнется с того, что изображение будет приближаться. В Молдмейкере это сделать было невозможно. Здесь же можно приближать кадр в самой программе. То есть это будет не действие видеокамеры. Конечно, понятно, что в видеокамере есть функция зум. Но это не зум. Это я сделала специально вам показать, что можно приближать кадр. Вот так сказать наезд. Один накид. И обратите внимание, в правом верхнем углу экрана вставлена схема, на которой идет анимация. То есть по схеме двигается голубой цвет, ну, квадратики или прямоугольнички голубого цвета, которые показывают на схеме тот фрагмент, который я вяжу. Один накид. Снова две петли вместе с наклоном вправо. Один накид. Три лицевые. Так, ну и вот еще слайд. Я вам хотела показать слайд из прямой трансляции. Что здесь интересного? Программа по проведению прямых трансляций позволяет выводить на экран надписи. Эта надпись готовая, она на прозрачном фоне. Можно задать в поисковике вашем, в гугле или в яндексе создание надписи на прозрачном фоне. Есть специальные сайты, потому что, честно скажу, я в программе по фотошопу работать не умею. Все картинки, которые я создаю, я все создаю в программе по видеомонтажу. То есть понимаете, как есть знания, освоила я эту программу. И когда передо мной стоит задача, то я вижу, как эту задачу решить с теми знаниями, которые у меня есть. Просто уже не хватает времени. Конечно, можно было бы освоить еще фотошоп. Это не вопрос, конечно. Но, тем не менее, идешь, может быть, по пути наименьшего сопротивления, чтобы меньше затрачивать времени. Потому что тоже хочется и провести время с семьей. И еще я 7,5 лет училась. И канал надо вести. И, конечно же, уже просто создаешь там, где ты это видишь, где тебе это все доступно и понятно. Здесь вот на самом деле две схемы лежат друг на дружке. То есть это вот схема узора большая и на ней фрагмент. Вот эта часть, вот этот столбик голубого цвета, это на большой части схемы. А вот здесь вот я к нему приставила, сверху наложила изображение, что вот этот столбик расшифровывает. То есть вот этот столбик такой же, и он равен вот этому вот фрагменту. То есть я вяжу, дохожу до этого момента, момента вставляю еще сверху схему. Это все заранее готовится в программе. Что здесь? В этой программе, вот вы видите зеленая стрелочка. То есть здесь я уже не могу создавать такую анимацию, где будет двигаться прозрачный квадратик какого-то цвета и показывать момент, который я сейчас вяжу. Поэтому, чтобы и самой не запутаться в рядах, и чтобы зрителям было понятно, я ставлю стрелочку такую вот, на которой отслеживаю ряды. Также вот можно, вот эта запись сделана в самой программе. То есть программа позволяет еще вставлять надписи. Ну и тоже немножечко по функционалу программы, буквально один слайд. Вот смотрите, сейчас вот программа выставлена в режиме студии. То есть на экране два экрана. И в них есть небольшая разница. То есть вот этот экран сейчас будет транслироваться. Вот этот экран транслируется на данный момент. А вот этот экран, который я готовлю в трансляции, то есть он пойдет следующим. Здесь очень много разных функций в этой программе. Вот эта шкала звука, то есть даже сейчас, на данный момент, ну как этот слайд был сделан, когда я ничего не говорила, но тем не менее шкала звука показывает, что звук есть, потому что здесь вставлена музыка. Вот есть файл музыкальный. Все файлы при создании, при загрузке можно подписывать. Это очень удобно, потому что вот на данный момент файл с фото, он перечеркнут. То есть он не показывается. Таким способом можно какие-то фотографии показывать, какие-то нет. То есть они у вас стоят в очереди определенной. Они подписаны. Вы знаете, какой файл, что значит. И можете его показывать, либо нет. Все это можно создать заранее, подготовить, загрузить все необходимые файлы музыкальные, какие-то, может быть, видео, как вот здесь вот сцены, так? То есть заставка. Значит, когда я открою заставку, у меня в этом месте будет только короткий ролик мой с заставкой. Дальше картинка с музыкой, она используется, ну пауза, пауза с музыкой. Здесь используется, как правило, картинка. То есть бывает, что во время прямой трансляции, если она длится несколько часов, можно вставить для паузы, для минутки отдыха, можно вставить картинку с музыкой на этот момент. Вот. Ну и, то есть здесь будет, то есть вот пауза с музыкой, здесь будет два файла. Картинка и музыкальный файл. Дальше. Трансляция. Здесь уже, конечно, то, что вы готовите для трансляции. Вот. Программа достаточно удобная. Очень хороший функционал, очень интересно работать. На Ютюбе в прямой трансляции может присутствовать неограниченное количество человек. Можно общаться в чате. И что бы мне еще хотелось сказать, что я немножечко, может быть, упустила. Когда вам на канале под видео пишут комментарии, обязательно на них отвечайте. Обратная связь должна обязательно работать. Канал должен быть живым. То есть, если человек заходит на ваш канал, просматривает видео и видит, что есть комментарии пользователей, но вы не отвечаете, это не есть хорошо. Ну и все. Так, теперь я смогу прочитать чат. Ой, спасибо большое. Я увидела, что вы пишете. Так, я сейчас пролистаю. Извините, просто я без очков не вижу. Особенно. Так, ну по соцсетям я рассказала. Ой, чат бежит. Мне сейчас так неудобно будет читать. Давайте. Сколько часов в день вы вяжете? Кто снимает в этот момент ваше видео или вы устанавливаете камеру? У меня есть штатив. Я ставлю видеокамеру на штатив и с нее снимаю. Причем у меня вот для прямых трансляций веб-камера, а для съемок видео у меня вот такая вот камера. Сонька. За вот эту часть, за вот эту часть она крепится к штативу. То есть, это съемная часть. Эта съемная часть, можно ее убрать и прикрутить на веб-камеру. Веб-камера также устанавливается на штатив. Что бы мне еще хотелось сказать? Помимо канала я провожу еще обучающие видео уроки дистанционно по скайпу. У меня есть ученицы. И вот что еще о пользе канала, даже в дистанционном обучении. Была ситуация у меня с ученицей, когда мы вязали узор, и у ученицы моей узор не получился. То есть, я девочку учила с нуля. До этого она вязать не умела. То есть, мы какое-то время с ней общаемся, я камеру ставлю напротив себя. Потом я камеру креплю на штатив, и ученица видит мои руки. То есть, она видит изображение в нужном ракурсе. То есть, с того угла зрения, как это вижу я. Я могу поставить камеру либо перед собой и сидеть в обнимку со штативом, либо ставлю сбоку, но так, чтобы опять-таки все было видно. В скайпе есть окошко, в котором вы себя видите, и в котором достаточно можно разобрать, что вы сейчас показываете, тем более, если вы профессионал. Так, и вот ученице моей не получился узор. Она очень расстроилась, потому что взрослые люди, если что-то не получается, то, конечно, давят амбиции. Это очень расстраивает. И даже она прекратила урок, она говорит, я больше заниматься не смогу. Настолько расстроилась. Ну, такая вот ранимая девочка. Чтобы ее утешить, я ей дала ссылку на урок, на видео урок, который мы с ней проходили в данный момент. Позже расскажу немножечко, что случилось. Давайте, наверное, сразу расскажу, что случилось. Дело в том, что эта девочка купила для обучения себе деревянные спицы. А мы с ней проходили английскую резинку. Ну, те, кто умеет, кто знает хоть что-то о вязании, потому что многие из вас проходили уроки трудового обучения в школе. Здесь английская резинка, там выполняются накиды. То есть принцип такой, что петельки находятся на спице. И когда мы вяжем, мы еще делаем накиды, и накид располагается поверх петельки. Когда она мне потом уже прислала фото, я увидела. Дело в том, что мы когда вяжем, мы петли двигаем с одной спицы на другую, мы их передвигаем. То есть они у нас переходят с одной спицы на другую. Это естественный процесс, это нормально, все так должно быть. Но за счет того, что у нее деревянные спицы не металлические, пряжа плохо скользила. И получилось так, что у нее накид лег не на петлю, как это должно быть, а он с петлей разъехался. Где-то в какой-то момент у нее петелька затормозила по деревянным спицам, и получилось так, что накид съехал. Ей стало неудобно, непонятно, и поэтому у нее не получилось. Это я уже потом увидела по ее фото. Но для того, чтобы ее утешить, я ей дала ссылку на видео. Почему я это сделала? Как-то я читала одну статью. Я вам, кстати, могу дать ссылочку на эту статью. Учителя химии, три преподавателя химии. Статья есть в интернете. Сейчас я вам назову авторов. Так, это вот статья Литвинова, Сажнева и Баян. Преподаватели химии, они написали статью о перевернутом классе. В этой статье говорится о том, что новый материал преподаватели попробовали давать не на уроки, а задавать в видео уроках. Что здесь важно? Когда дети стали просматривать видео уроки, ну, ни для кого не секрет, что у каждого человека, тем более у каждого ребенка, есть свой темп обучения. Кто-то улавливает очень быстро, кому-то надо немножечко помедленнее. Кто-то, может быть, где-то на одно слово отлегся, все, мысль потерялась. Попросить учителя, а повторите, пожалуйста, вот с этого места. Это невозможно на уроке, да? То есть это как бы и учитель может обидеться, и это не тактично, и ты должен быть сосредоточенным на уроке, но в видео есть такая функция, что можно отмотать назад и еще раз пересмотреть. Если какой-то момент непонятен, но ты смотришь дальше, что-то начинает проясняться, то потом ты начинаешь как бы назад восстанавливать логическую цепочку, и что-то все-таки доходит. Ты возвращаешься назад и уже более осмысленно просматриваешь какие-то моменты видео. Так, такое тоже может быть. И вот учителя пишут в этой статье, что такой способ домашнего задания дал свой положительный результат, а потом уже на уроке в классе они либо применяли полученные знания уже на практике, делали, выполняли какие-то практические задания, либо обсуждали кому, если что-то, какие-то моменты остались непонятными. И обращать внимание на то, что очень удобная форма обучения. И что вы думаете, у моей девочки все получилось. То есть она успокоилась, она посмотрела видео-урок и спокойно связала узор. Все получилось. Так что действительно метод коллег работает. Спасибо этим учителям химии за науку. Да, да, у каждого, у кого есть свой аккаунт Google, есть почта Gmail. Дело в том, что в Google сейчас все создается автоматически. Если вы хоть на какой-то платформе Google создаете себе аккаунт, он автоматически работает везде. То есть либо если вы создаете себе Google+, либо Gmail почту, либо вы регистрируетесь на YouTube. То есть в этом сейчас никакой проблемы, думаю, что не существует. Нет. И еще, когда вы создаете видео, конечно же приходится идти и самому обучаться. То есть, естественно, когда вы загрузили программу по видеомонтажу или по обработке картинка, мало ли там, что вам нужно делать для ваших видео-уроков, что вы делаете? Вы идете на YouTube и уже выступаете в качестве ученика. Когда вы смотрите видео других авторов, вы учитесь и тем самым понимаете, как не надо делать. Потому что есть некоторые блогеры, которые, в общем-то, неправильно ведут свои блоги по обучению в программах. Когда вы чему-то учите в программе, то это необходимо обязательно сделать паузу и показать, что вот сейчас мы нажимаем на вот эту кнопочку. Вот обратите внимание, где она расположена. Чтобы человек успел на экране найти это место и сфокусировать на этом месте зрение. Потому что когда вы говорите, ой, мы сейчас вот нажмем вот так, вот так, вот так, вот так, и в итоге получается, что ничего не понятно. Невозможно уследить очень быстро движение мышки по экрану. Тем более, когда не знаешь функционал программы, когда только-только обучаешься, это просто нереально. И вот когда вы уже сами выступаете в роли учеников, вы видите недочеты других авторов. Может быть, конечно, они у меня тоже есть. Я не могу быть тоже идеальной. Ну вот, во всяком случае, можно еще учиться вот на таких примерах. Но, наверное, я думаю, что я уже все сказала, если есть какие-то вопросы. Да, я монетизирую, конечно, свой канал. Начинала я канал создавать, когда монетизации еще не было. Это было, в общем-то, как хобби. Видео выходили достаточно нечасто. То есть, по мере какой-то надобности, если я считала нужным что-то показать, тогда я показывала, рассказывала. В общем-то, я никогда не следила ни за количеством подписчиков. Это было на определенном моменте, неважно. Я уже говорила, что раньше у Ютуба были совершенно другие принципы. Кстати, вот что еще очень удобно на Ютубе. Там есть кнопочка, где можно регулировать скорость подачи видео. Можно видео замедлять и можно ускорять. Не знаю, может быть, кто-то из вас не знал об этом. Да, платно можно делать только для ограниченного доступа. Вся трансляция может быть платной. То есть, это по времени не зависит. Это зависит только по количеству человек. Кого вы пригласите, только тот увидит эту трансляцию. То есть, для того, чтобы получить доступ к трансляции, человек должен прислать вам свой электронный адрес. Иначе он на нее не попадет. И, опять-таки, электронный адрес должен быть желательно Gmail, гугловский. Потому что Mail.ru, Яндекс, ну, знаете, сейчас они не дружат. И сообщение может просто не дойти. Чтобы люди не думали, что вы их обманываете. Нет, я не преподаю в колледже. Я только закончила университет. Семь с половиной лет училась бакалавр и магистратура. Пока что нет. По семейным обстоятельствам я пока не могу выйти на работу. Ссылку на сайт, если Павел Юрьевич разрешит, дам. Рукоделочка. Видео.ру Кстати, вот, даже на бесплатной платформе, мой сайт ЮКОЗИ на бесплатной платформе, но, тем не менее, можно купить доменное имя. Доменное имя – это адрес вашего сайта. То есть, вот, у меня это рукоделочка-видео.ру. Вот, доменное имя можно купить. Я купила на Мостдомине. Там цены самые демократичные из того, что я нашла. А может быть, конечно, есть дешевле. Я тоже начинала с этой программы. Первое видео делала 10 часов. Да, да. Ссылка на сайт, а не на канал. Вот тут вот есть, уже дали ссылки. Спасибо. Да, Виктория Исаакина, да, мы знакомы с ней. Очень удобно, когда есть сценарии. И вы знаете, что касается прямых трансляций, то они требуют больше подготовки, потому что кажется, что, а, я все знаю, да что вы, я профессионал, я это не раз делала. Но дело в том, что когда садишься в прямой эфир, что-либо делать, то почему-то, тем не менее, начинаются косяки. Если, когда видео записываешь под видеомонтаж, потом можно какие-то моменты вырезать. Бывает такое, что я вот снимаю видео, а кто-то из моих заходит в комнату или оговорилась. Вот я себе выработала привычку, что что бы я неправильно ни сказала, тем не менее, я работу не прекращаю, я продолжаю дальше. Как только я нужный фрагмент закончила, я тут же, то есть я запоминаю эту фразу, которую я сказала неправильно, я стараюсь эту фразу тут же проговорить и записать снова. Потому что, если я это сделаю через время, меняется скорость речи, меняется тембр голоса. И если вы замените какую-то аудио часть, это будет заметно. Поэтому я стараюсь... То есть это уже как бы наработано, это уже пройдено, это уже все знакомо, поэтому я вот для себя выработала некоторые принципы съемки. Так. Ой, да, но учителей труда... Да, я могу преподавать тоже труды. Вообще я мастер производственного обучения в швейном училище. И что касается программы, вот Sony Vegas Pro, там, конечно, тоже можно вставлять технологические карты, технологические схемы для обучения шитью. Потому что, как бы, вязание – это не наука такая вот академическая, да. Но, тем не менее, есть близкие науки по созданию одежды. Вот пошив одежды, например. Что я делаю в коммерческих целях? Мне это неизвестно, кто может использовать мои видео в коммерческих целях. Во всяком случае, на YouTube это запрещено. И сейчас даже видео схожей тематики YouTube планирует удалять. Сколько времени в день у вас уходит на такую работу? Не могу сказать. Не могу сказать. Потому что ролики бывают различной длительности. У меня есть ролики по созданию образцов вязания. Есть видео, которые более длинные, по вязанию каких-то изделий. Но не могу сказать, что затраты на видеомонтаж чем-то отличаются. Потому что, когда я создаю видео с узором, то там присутствует еще анимация. А в изделиях анимации нет. В изделиях идет в основном только нарезка. Резать, клеить, резать, клеить. То есть, это как бы выполнять проще. Когда вы уже вставляете анимацию, это уже дополнительные затраты времени. И казалось бы, еще какая тема, не сказала. Казалось бы, в вязании все ясно. Почему я снимаю видео уроки по вязанию образцов каких-то? Потому что сейчас в интернете идет быстрый обмен информацией. Если раньше была какая-то школа в определенной стране. В одной стране такая школа, в другой стране другая школа. В третьей стране еще третья школа. То сейчас, получается, к нам приходят какие-то навыки, какие-то элементы из английской школы вязания. Так, какие-то их методы. И из японской, китайской школы. Они отличаются от наших. Вот, допустим, в нашей русскоязычной школе не было раньше итальянского набора петель. Ни в одной книжке, по-моему, нашей, отечественной, этого нет. По-моему, это пришло к нам откуда-то из Европы. То есть идет быстрый обмен информацией. Стравы между собой делятся своими наработками. И это прекрасно. Потому что, когда существуют различные методы обработки, уже расширяется возможность сделать изделие более интересным, более качественным, более функциональным. Потому что, опять-таки, вот, казалось бы, что там нового может быть в обычных носках, да? А вот если применить для вязания носочков итальянский набор петель, то край получится очень эластичным, их будет удобно надевать. Что не скажешь про наш традиционный набор. Ну, очень много разных нюансов. Очень много интересного на самом деле. Но вот факт того, что сейчас идет очень быстрый обмен информацией, это тоже вот к науке относится. Ну, у меня была работа, один год я работала в школе. Конечно, занятость была не 8 часов в день. Но, тем не менее, все равно я канал успевала вести, потому что это воздух. Это воздух. Я просто это очень люблю. И, конечно, я сейчас хочу сделать так, чтобы канал приносил доход и буду делать платные уроки, буду стараться. На каком ресурсе купить доменное имя? Дайте ссылку, пожалуйста. Слов тяжело воспринимается. Давай... Ой. У меня дело в том, что клавиатура только английская. Я напишу... По-моему, так. По поводу ИП, ну, если ваш канал приносит какой-то супер доход, тогда да. Но очень многие каналы доход не приносят. Может быть, у вас доход 2 доллара в месяц, понимаете? Тем более, когда вы только организуете канал, у вас мало подписчиков, то есть, как бы, полцарства на вас сразу не свалится. Это процесс долгий, постепенный. Пожалуйста. Ну, наверное, у меня все, Павел Юрьевич. Есть у вас какие-то вопросы? Наталья, огромное спасибо. С удовольствием прослушал, сделал для себя заметки. И даже один ваш короткий отрывок наметил на будущее себе поместить в типологию учебного видео. Мне очень понравилось совмещение прямого видео с такой псевдоанимацией, которую вы сделали. Это очень здорово смотрится и очень действенный способ. Я почти на все вопросы услышал ответы из вашего выступления. Хотел бы только уточнить один момент. Как вы считаете в схеме анимации, как должны быть распределены ресурсы? Скажем так, что желательно давать в бесплатном режиме, а за что можно получать деньги? Вот, например, учебные ролики, краткие учебные ролики. Видимо, это та бесплатная часть, которая привлекает массу к вам. А трансляции, может быть, за трансляции платить. Либо вы считаете, что платным могут быть уже частные уроки через скайп, или как вы это делаете? Вот какие схемы у вас тут, либо вы используете, либо собираетесь использовать? Вообще, конечно, платным можно сделать все. То есть и по скайпу могут быть платные уроки, и прямые трансляции закрытые могут быть тоже платными. То есть блогерши на YouTube это применяют. И также уже готовые видеоролики также могут быть платными. На готовые видеоролики, когда вы загружаете видеоролик на YouTube, там есть точно такой же функционал. Также можно выбирать открытый доступ, доступ по ссылке и ограниченный доступ. То есть даже при загрузке видео вы можете выбрать то, что вам необходимо, и тоже давать доступ к видео платно. Понятно. Ну что ж, здорово. Я думаю, что сегодня у нас те, кто пришел на наш вебинар, не пожалели. Причем я видел, что люди интересуются как, собственно, сутью вашего канала, так и методической частью, и технологической частью. Вот мы, наверное, будем продолжать опыт приглашения людей практического склада. Вот как Наталья на наш видеоканал, к нам на вебинары, потому что мне самому этот опыт понравился. И так, у меня случайно включилась Яндексовская Алиса и стала мне отвечать на то, что я сейчас говорю. Голосом причем, поэтому я замолчал. Вот. Все очень здорово, Наталья. Я надеюсь, что и для вас этот опыт ведения вебинара был интересным. Потому что, насколько я понимаю, да, вы же первый раз ввели вебинар, да, это для вас новый, но новая медиа практически, да. Вот. Коллеги, ну что ж, я хотел бы поблагодарить от своего и от вашего имени Наталью за замечательный сегодняшний вебинар. Спасибо за приглашение. Тем, кто пришел, да. Те, кто пришел, спасибо за то, что нас посетили. Приходите на наши новые вебинары. Ну и как связаться с Натальей, если это вам интересно. Вся информация на ее видеоблоге есть. Можете прямо там в Ютубе писать, либо на ее сайте. Что ж, всего хорошего. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok